Здравствуйте, уважаемые коллеги, наши немногочисленные слушатели. Надеюсь, что те, кто пьет кофе, тоже нас слушают. Зрители в онлайне тоже. Всем добрый день. Сегодня мы начинаем нашу юридическую секцию. И, конечно, наверное, не секрет, что юридические вопросы вокруг доменов и интернет-споров, они актуальны последние несколько лет. И этот год исключением не стал, потому что в этом году, например, в конце мая 2024 года Верховный суд Российской Федерации утвердил обзор практики судебных дел, связанных с нарушением прав авторских и смежных в интернете. Там, кстати, есть прям отдельный блок, посвященный владельцам сайтов, а именно как они соотносятся с информационными посредниками, являются ли они ими. Спойлер, могу сразу сказать, что между ними не стоит знак «равно». И в этом обзоре указано, что нужно сделать для того, чтобы все-таки владелец сайта признавался информационным посредником или чего не нужно делать. Тут же могу сказать тоже про новеллы. У нас с 1 октября вступает новый порядок блокировки зеркал. Эти полномочия ушли от Минцифры к Роскомнадзору, что тоже является новшеством. Ну и, конечно, наверное, все слышали про битву за домен в Альберес. И кажется, что теперь у нас интерес к доменам не только отраслевой, а, кажется, вообще все объемлющий, все российский, и, может быть, даже не только российский, как Владислав Бакальчук хочет забрать себе права на домен. И его представители, юристы утверждают, что поскольку домен регистрировался в то время, когда они были в браке, то, значит, соответственно, это должно теперь делиться между супругами. То есть есть какая-то идея о том, что домен, может быть, это имущество, может быть, нет. Я здесь ничего не утверждаю, только цитирую. Но у нас на Теладиконе несколько лет назад уже эта идея тоже звучала, а домен имущество или нет, как раз в контексте одного судебного дела, про которое я же и рассказывала, я же и вела, и в части наследования, возможно ли наследовать права на домен. И здесь очень интересно обратиться к опыту наших коллег из Минска, как наследуются права на администрирование доменов в Беларуси. И я передаю слово Наталье Косяк, начальнику юридического отдела Хостербай. Поприветствуем спикера. Добрый день. Рада приветствовать всех участников конференции. Меня зовут Наталья. Как сказали, начальник юридического отдела компании Хостербай. Юридическую секцию мы начнем с темы в достаточно такой формате light, пока коллеги там пьют кофе. Наследование прав на администрирование доменных имен в Беларуси. Но говорить про администрирование, не затронув правовую природу доменных имен, которые, как сказали, уже являются причиной юридических споров, все-таки нельзя. Здесь представлены четыре наиболее часто встречающих категории, куда же все-таки следует отнести доменное имя, теоретики, практики. В пользу того, что доменное имя является неким иным средством индивидуализации участников гражданского оборота, прямо не поминованного в гражданском кодексе, говорит то, что доменное имя обладает своей уникальностью. Ну, все мы понимаем, что зарегистрировать два тождественных доменных имени в одной и той же доменной зоне невозможно. Также домен отличается своей оригинальностью. Тут следует отдать должное фантазии некоторых владельцах доменных имен, которые используют максимально допустимое количество знаков в своем доменном имени, используют какие-то трудно вообще читаемые обороты, но они оригинальны. И следующая характеристика – это уникальность. Действительно, доменное имя – это уникальный адрес веб-сайта. В качестве домена как идентификатора бизнеса, об этом велась речь еще на Генеральной ассамблее Всемирной организации интеллектуальной собственности в далеком 2007 году, но что сейчас, как и 10-15 лет назад, в том числе в Беларуси, действительно судебные споры между доменом и товарным знаком, как правило, инициируются собственником товарного знака. Что, в принципе, не секрет, потому что институт товарных знаков имеет не столетнюю, а тысячелетнюю историю, начиная с клемен, которые ставили из гончарных мастерских, а домены сам по себе более новое явление. Но следует отметить, что в судах Беларуси при рассмотрении спора между доменом и товарным знаком данные категории рассматриваются абсолютно как равнозначные и проходят полностью процедуру сравнения не только по степени сравнения отождественности и схожести до степени смешения, но и суд анализирует классы товаров и те рынки, на которых работают участники спора. И при этом судебная система, суды у нас никогда не считают, что доменное имя является единственным возможным средством индивидуализации товарного знака в сети интернет. В пользу того, что домен рассматривается как имущество, было несколько судебных решений как в европейском суде по правам человека, так и в американской судебной системе, где доменное имя рассматривалось в качестве имущества. Несколько судебных решений, где домен был определен в качестве составного элемента имущественного комплекса предприятия, либо в качестве имущественных прав, также были приняты и в Российской Федерации. Но не секрет, что в Белоруссии правовая природа доменного имени как какого-то конкретного объекта гражданского права до сих пор так и не решена. Но раз домен выступает неким важным и ценным активом, здесь как бы не секрет это, следующим этапом возникает вопрос все-таки передачи прав на администрирование доменного имени по наследству. Представьте себе, если бы, например, у Льва Николаевича Толстого в свое время был домен, на котором был бы личный блог, где он писал бы свои мысли. Либо у секс-символов 90-х был бы домен с страничкой другого контента. Думаю, что наследники тех и других вступили бы в жесточайшую борьбу за данный домен. Практика движется к тому, что домен попадает в наследственную массу, и все чаще мы видим примеры, что он выводится из серой зоны. На слайде приведены примеры немецкой хостинговой компании, где в разделе FAQ содержится информация, как наследуется доменное имя. Процедура банальная, предоставляется свидетельство о праве на наследство, либо решение суда. Аналогичный пример находится на сайте GoDaddy, куда же без него. Там аналогичная процедура заявления, свидетельство, либо решение суда, фотоидентификация заявителя. Но ни там, ни там не решен вопрос, что же делать, если наследников все-таки несколько. И очень хороший пример содержится в практике Эстонии. В правилах эстонского интернет-фонда прямо предусмотрено, что первое, что доменное имя не может принадлежать нескольким наследникам. В случае такой ситуации остальные наследники пишут заявление об отказе от доменного имени в пользу одного субъекта. И в пакете документов предоставляют нотариально удостоверенное свидетельство о праве на наследство. Свидетельство о смерти, о браке, завещание не относится к документам, которые позволяли бы передать право на наследство. В Эстонии также предусмотрено, что порядок аннулирования доменного имени возможен только через 6 месяцев со дня смерти владельца доменного имени. Регистратор в этот период направляет уведомления по известным последним контактам владельца доменного имени и говорит о том, что у наследников есть 30 дней приставить документы, либо домен будет аннулирован. В России, на мой взгляд, тоже существует квазинаследование. То есть в Российской Федерации домен относится зачастую к услуге, которая неразрывно связана с личностью кредитора, в данном случае администратора доменного имени. Услуга прекращается смертью владельца доменного имени. Соответственно, по гражданскому законодательству не может наследоваться. Но при этом регистраторам предоставили право самим определить некую процедуру, алгоритм, который позволил бы все-таки его наследовать. И видится, что такой алгоритм – замечательное решение, но как промежуточный этап до момента адекватного восстановления все-таки законодательства. Потому что не хотелось бы, чтобы процедура наследования доменного имени зависела от воли и заявления регистратора, от того, как он придумает эту процедуру, какие документы он будет запрашивать. При этом соглашение трехстороннее заключаем между регистратором, владельцем доменного имени и будущим наследником. Оно нотариально не удостоверяется. Соответственно, хотелось бы, чтобы данная процедура переходила все-таки в правовое поле. Что же в Беларуси? Впервые вопрос по наследованию доменного имени был рассмотрен и введен такой институт с 1 марта 2017 года. Когда в рамках очередной итерации были внесены изменения в инструкции о порядке регистрации доменных имен в Республике Беларусь, не отвечая, опять же, на вопрос о правовой природе доменного имени, нотариат и Министерство юстиции подтвердило, что при наследовании имущество умершего переходит к другим лицам в неизменном виде, что в состав наследства входят все права и обязанности, которые существовали на момент открытия наследства, и что права на администрирование доменными именами не прекращаются смертью владельца доменного имени. Соответственно, право на администрирование доменного имени в полном объеме перетекло в состав имущественных прав. Что мы имели изначально? В момент становления института наследования доменных имен было утверждено, что наследники имеют право подать заявление и предоставить документы в период срока действия регистрации домена либо в течение 30 дней с момента его аннулирования. К сожалению, у того, чтобы быть крупнейшим регистратором доменных имен, я говорю сейчас про нас, есть и оборотная сторона. Так как у нас большая база клиентская, соответственно, к сожалению, чаще всего наши клиенты тоже покидают этот мир. Соответственно, мы накопили большое количество кейсов, когда становился вопрос наследования доменных имен. Не со всеми выданными свидетельствами о праве на наследование мы были согласны, безусловно. Это послужило тому, что в июне прошлого года в связи с поступлением, опять же, очередного неоднозначного свидетельства о праве на наследование, а также в связи с тем, что разгорелся спор между наследниками о порядке наследования доменным именем, оба имели по одной второй доле, оба приехали в наш офис, оба хотели, чтобы они получили права на администрирование доменного имени со скандалами, со всем. Соответственно, нами был инициирован запрос в Белорусскую Нотариальную Палату, Министерство Юстиции, чтобы все-таки выработать единообразную правоприменительную практику, чтобы другие регистраторы тоже понимали, как работать в этой ситуации, что делать, если наследников несколько, что делать, если они приезжают все со своими требованиями. И в результате профильные ведомства, огромная благодарность коллегам из оперативно-аналитического центра, они провели активную разъяснительную работу среди Нотариальной Палаты, Министерства Юстиции, сами погрузились в вопросы наследования, заставили Нотариат и Министерство Юстиции погрузиться в проблемы доменных имен, разобраться все-таки, что это такое. В результате, благодаря этому, на первом этапе мы уже смогли исключить такую проблему, когда свидетельства о праве на наследование выдавались на доменные имена, а не на право администрирования. Но также стало понятно, что расходится позиция регистраторов, как непосредственных правоприменителей, и Нотариата в части возможного количества администраторов доменного имени. При выдаче свидетельства о праве на наследование Нотариусу учитывали круг, число наследников, и, соответственно, не видели в этом дальнейшую какую-то проблему. Среди общих черт регистрации доменных имен следует сказать, что они, в общем-то, вырабатываются в режиме саморегулирования, и зачастую в большинстве случаев являются результатом компромисса между заинтересованными сторонами. Поэтому мы считаем, что компромисс между регулятором национальной доменной зоны, операционным центром, представителями регистраторов и с учетом интересов Нотариальной палаты он был достигнут. Мы были услышаны, было подтверждено, что права на администрирование доменного имени являются неделимыми, и осуществлять их защиту и охрану может только один наследник. В настоящее время в действующей инструкции закреплена данная норма, что администраторам доменного имени и права на администрирование доменного имени могут быть переданы только одному лицу. Решив данный вопрос, мы пошли немножко дальше в вопросе охраны прав наследников. По общему правилу, которое осталось неизменным, свидетельство о праве на наследство выдается по истечении 6 месяцев со дня смерти владельца доменного имени, со дня открытия наследства. В связи с этим большая вероятность того, что срок действия регистрации доменного имени к этому периоду истечет, и наследник просто не будет иметь возможности предоставить документы о вступлении в наследство. Также проанализировав те запросы, которые к нам поступали, эти свидетельства о праве на наследство, мы пришли к выводу, что примерно 1 третье свидетельства о праве на наследство выдается не в рамках первой итерации, а в рамках дополнительного свидетельства о праве на наследство. Тут не секрет, что квартиры, машины делятся, конечно, в настоящее время активнее. Но когда проходит первая волна дележки имущества, и если в этот момент еще регистратор получил документально подтвержденное информацию о смерти владельца доменного имени, соответственно, приостановил делегирование доменного имени, ресурс перестал работать, тут наследники быстро вспоминают, что было что-то еще, что-то важное, там вся жизнь, весь бизнес, и обращаются к нам. И, как правило, повторно идут к нотариусу за выдачу дополнительного свидетельства о праве на наследование. Все это ведет к тому, что срок растягивается, срок действия регистрации доменного имени подходит к концу. Так как данный срок, который существовал ранее, это в течение срока действия регистрации либо 30 дней плюс, он был недостаточным, было принято решение найти какой-то компромиссный срок, который максимально бы удовлетворял запросы наследников в будущих, но при этом не обременял регистраторов и не превращал базу данных доменных имен в какие-то подвешенные доменные имена, чья судьба до сих пор не решена. И таким сроком было принято выбрать 9 месяцев, хотя вот мы видели пример Эстонии, там 6 месяцев плюс 30 дней, но мы посчитали, что максимально объективный, доступный срок – это 9 месяцев, чтобы решить все вопросы. То есть регистраторы по-прежнему в этот период при получении документально подтвержденных сведений, они приостанавливают делегирование домена, что, как правило, отличный триггер обратиться за свидетельством о праве на наследство. В этот же срок наследник домена получает свидетельство о праве на наследство. На это уходит, как правило, 6 месяцев. Почему такие сроки? Решает вопросы, если это несколько наследников, обращается к регистратору с документами уже, заполняет заявку. То есть, в принципе, мы в 9-месячный срок вполне готовы вложиться. Но так как мы все немножко про бизнес и работа регистратора не приостанавливается в период вступления в наследство, то было принято решение в случае продления срока действия регистрации домена. Если к моменту смерти доменное имя было продлено недавно и впереди еще после момента смерти 9 месяцев и более, с доменом ничего не происходит, он существует в пределах срока действия регистрации. Если так случилось, что домен был зарегистрирован очень давно, владельца доменного имени не стало, и срок действия регистрации вот-вот подходит к концу, было принято решение ввести вот этот охранный 9-месячный срок. С момента смерти владельца доменного имени оно продлевается на 9 месяцев. Соответственно, так как в этот период регистраторы обрабатывают заявки от наследников, анализируют свидетельства о праве наследства, которые присылают нам нотариусы на предварительную проверку, действительно консультируют нотариусов, потому что пока не до конца им понятно, что же писать в свидетельстве о праве наследства, то было принято решение. Раз мы продлеваем срок действия регистрации, позволяем вам спокойно вступить в наследство, предоставить в спокойном режиме документы, соответственно, владелец, когда он принял решение, что он вступает в наследство, он не отказывается от этого доменного имени, он производит пропорциональную доплату с момента, когда срок действия регистрации доменного имени истек, до конца 9-месячного периода, который отсчитывается уже от даты смерти, не от даты истечения доменного имени, а от даты смерти. Соответственно, это может быть месяц 2-6, то есть как получается. В принципе, пропорции рассчитываются достаточно легко, с учетом того, что если считать вообще с 1-го числа, то в принципе легко. Если считать календарными днями, то тоже не вызывает никаких трудностей, ну кроме возражений бухгалтеров, которым лишний раз надо достать калькулятор, рассчитать стоимость доплаты за доменное имя. Данная регуляторика по тому, как рассчитывать доплату, была введена, чтобы бизнес все-таки работал честно, чтобы не позволять регистраторам устанавливать какие-то особые тарифы за продление, за возобновление, за доплаты. Поэтому это все прописано в действующей инструкции о порядке регистрации доменных имен. Также предусмотрена возможность возобновления делегирования доменного имени в период, пока вступает в наследство. Возобновление возможно путем заключения у нотариуса договора доверительного управления. Доверительный управляющий обращается к регистратору, показывает данный договор, документы, удостоверяющие личность, и доменное имя, если это так необходимо для бизнеса, оно может быть возобновлено на период, пока наследники вступают в наследство. Что же делать, если наследников по-прежнему более одного? Здесь мы предложили на этапе запроса мнений, предложили рассматривать и провести аналогию с долевой собственностью, в результате чего в настоящее время в случае вступления в наследство двух и более наследников им придется решать, кому перейдет права на администрирование домена. В том числе такое решение необходимо будет оформить именно письменно, заключить до выдачи свидетельства о праве на наследство соглашение о разделе наследственного имущества. Мы сняли все обязательства с регистраторов, проверять, то есть у нас нет такого, как и в Российской Федерации, что договор заключается с учетом регистратора как стороны. Соглашение заключается у нотариуса, соответственно, наследники приносят нам уже действительно подтвержденный документ, где выявлена воля сторон. И подводя итоги, хочется сказать, что мы за наследование доменных имен считаем, что оно должно иметь прозрачную правовую описание процесса правовое, чтобы это не было в серой зоне, чтобы это не было какими-то дополнительными услугами регистраторов, никак иначе. То есть наследование должно быть. Мы видим, что домены – это очень важные, очень ценные активы, поэтому они в принципе в полной мере могут входить в состав имущественной массы. В принципе, все. Спасибо большое. Спасибо, Наталья. Но у меня есть вопрос. А что делать, если наследников нет? То есть, допустим, в России правило наследования не к доменным именам, а просто общее. Если нет наследников, это вымороченное имущество, и тогда оно переходит в государство. Не знаю, как в Беларуси, но применить к доменным именам, может быть, были какие-то такие уже прецеденты. Когда их нет, просто наследник не обращается. Соответственно, если мы получаем информацию с каких-то источников, но документально подтвержденную, что владелец доменного имени умер, в любом случае по процедуре, ну, мы не знаем, есть наследники или нет, как бы по процедуре мы информируем по всем возможным контактным данным, это и бумажные, электронные, о том, что доменное имя приостановлено, у вас есть вот такой-то срок, чтобы представить документы. Если этот срок прошел, никто не объявился, да, опять же, как бы нам не сообщат о том, что наследников там не было, доменное имя будет аннулировано, да, в общем порядке. По истечению срока все равно, который гарантируется вдруг потенциальным наследникам. Понятно, спасибо. Но я хочу напомнить, о, да, я хотела только напомнить, что можно задавать вопросы, у нас есть в зале вопрос. А у нас есть микрофон в зал? Нет? А кто-то нам поможет? У нас есть вопрос. Вот, смотрите, кто в зале, может подходить к микрофону и задавать вопросы, да. Вот это очень актуальная тема, но, впрочем, для всех регистратур и для всех регистратов. Только у меня тут такой вопрос. Ну, я сама-то не юрист, но как может… Ну, и разговаривала я с юристами, в принципе, домень не может считаться имуществом. Почему? Сейчас скажу. Если прекращение действия доменем, значит, как только прекратился, он открыт для новой регистрации, так? Значит, это какой-то договор по найму, получается. То есть домень принадлежит регистратуре, да, как получается. Но если ты не оплатил, он и уходит в открытое плавание. Это раз. Как удобно? По частям или как? Ну, в части, что такое домен, да, с точки зрения объекта гражданского права, как я сказала, прямо у нас тоже в ГК это не закрепили до сих пор, но практика идет потому, что у нас это относит к имущественным правам, которые не связаны неразрывно с личностью кредитора, то есть владельца доменного имени, поэтому они наследуются и передаются. Теперь второе. Как вы узнаете, что умный человек? У нас, например, есть, был такой однобуквенный домень. У нас с 2018 года прекратилась регистрация однобуквенных доменов, и там человек заплатил за 5 лет, а кто знает, он жив, не жив, оплата идет, любой человек может заплатить за этот домень, ну, из его родственников, друзей, не знаю. А как вы узнаете, что человек умер? Это второй вопрос. Ну, как правило, во-первых, у нас нельзя на 5 лет, у нас максимум можно на 2 года, то есть это уже срок сокращается, быстрее найдем. Мы действительно запрашивали возможность получения регистратором доступа к базе данных физических лиц, чтобы мы получали информацию в случае смерти владельцев. Но пока в такой возможности нам отказали. Случаи бывают разные. Действительно, к нам обращались конкуренты, которые очень хотели этот домен, которые следили за ним, и они узнали практически, кроме своих родственников, они узнали первые о том, что владелец доменного имени умер. К нам еще не успели обратиться наследники, но пришел уже адвокат, мы знаем, мы хотим. Случаи, опять же, сейчас все-таки все чаще доменные имена, так как это ценный актив, про них вспоминают. То есть, возможно, не сразу, но вспоминают, обращаются нотариуса, и нам говорят, что к нам пришли наследники. Вроде как, там был домен, то есть не все прямо знают, но если это совместный семейный бизнес, то, конечно, знали. Соответственно, нотариусы направляют запрос к нам, где уже в запросе дают четкую информацию, что такого человека не стало такого-то числа. Данной информации нам достаточно для пристановления, делегирования доменного имени, соответственно, как бы все, мы информацию эту получили. Еще, вот это третий вопрос. Значит, например, у нас по правилам, по нашим полисам, домен прекращается существование только если он оплачен. То есть, ну, человек умер, но домен-то оплачен. Зачем его снимать с делегирования? Тем более, если это какой-то бизнес. А кто что с ним делает в этот период? Владельца домена нету. Что там происходит? Кто за ним следит? Кто его адресует? Скажу. Человек, которому доверяют собственные домены. Либо который получил доступ к компьютеру умершего человека. Вряд ли все мы логины, пароли стираем. Поэтому тут вопрос. Опять же, вот у нас был спор между супругой умершего и его матерью. У супруги был доступ, потому что этот компьютер был домашний. Там все было. Она могла управлять доменным именем. Я даже не думала. Вот. Но по свидетельству о праве на наследство им были переданы права на администрирование в размере одной второй доли. И каждый день по очереди они приходили с запросом отдайте мне. Но я же наследник. И вот, ну, к сожалению, так они не достигли никакого согласия. Ни, ну, мировым соглашением, скажем так, они не достигли согласия ничего. Соответственно, доменное имя, когда мы узнали, что владельца не стало, оно было приостановлено. Но, к сожалению, там был бизнес достаточно крупный, потому что он занимался там перевозками. Вот. Чаще, часто очень такие бизнесы бывают, агроэкотуризм, да, то есть когда это семейный. И, ну, спорят, спорят, делят, конечно. Ну, и в заключение спасибо большое за такую пространную и очень полезную тему. Действительно она очень актуальна. Я хочу сказать, что мы, например, сейчас еще в Армении на уровне, мы это называем добрая воля регистража, как регистраж решит. То есть, де-факто мы пользуемся, кто принес свидетельство о смерти. Если жена, то еще свидетельство о браке. А из наследников, вот это еще пока непонятно. Раньше думали, что кто первый пришел, то вы и папки. Но это вот нечестно, поэтому мы попытались всячески, как бы, наше участие здесь исключить, чтобы не было такое, что какое-то предвзятое рассмотрение со стороны регистратора. Пока проблем не было. Ну, вот я говорю, как бы, да, так получилось, когда мы общались с коллегами. Мне тоже стало страшно, потому что сложилось ощущение, что только наши клиенты умирают, да. Но это было обосновано тем, что все-таки наша клиентская база владельцев доменных имен, она большая. И поэтому с этим случаем сталкивались мы чаще всего, да. Спасибо большое. Спасибо большое. Я знаю, что у нас в зале есть комментарий. Не вопрос, а ответ, мне даже сказали. Да. Тут рассматриваются юридические вопросы. Параллельно, как я выступал сегодня, нами решаются технические вопросы. Совместно у нотариата есть информационная система, которая интегрирована с нашей общегосударственной автоматизированной информационной системой. Вот. И в настоящее время в разработке сервис, который должен быть запущен где-то, по-моему, в октябре месяце, тут есть опять же нюансы по передаче информации. С одной стороны, нам не может нотариус сказать о том, что человек умер, потому что это тайна. С другой стороны, когда нотариус открывает нотариальное дело, он делает соответствующий запрос, вводит соответствующие паспортные данные, и на этот запрос система, ну, реестр, по сути, будет запускать бизнес-процесс, который был описан в части уведомления регистраторов о том, что пошел срок с такой-то даты, потому что нотариус укажет дату свидетельства смерти, и этот запрос будет выполнен технически. Поэтому, соответственно, если вдруг наследники объявятся, то процедура будет у нас запущена автоматически, и не надо будет никому никуда ходить. Это в очередной раз одним из скользких моментов является качество и актуальность сведений в реестре, и мы в настоящее время проводим работу как раз постоянно при перезаключении договоров на следующий период по уточнению данных регистраторов. Я хотела уточнить, регистраторы будут тоже получать информацию? Да, из реестра, да. По датам. Ну, это очень интересно, потому что у меня вот была теория, из-за того, что не проверяются данные владельцев сайтов, когда они регистрируют, да, уже знаю я про ЕСИ, что будут пытаться как-то это исправить, но, возможно, был факт того, что просто регистрируют доменные имена на несуществующих лиц, для того, чтобы не попасть потом под всякие судебные тяжбы. И я про дело рассказывала, когда мы в ходе суда узнали, что владелец сайта, увы, уже его нет в живых. И мы там потом решали вопрос, там у нас и возникла тема наследования. Вопрос очень дискуссионный, и я вот просто зафиналить эту тему, хочу задать вопрос залу. Но поднимите руки те, пожалуйста, из вас, кто считает, что доменные имена или права на администрированные доменные имена должны наследоваться. Ну, вас меньше, чем те, кто считает, что нет так. Интересно. Это тема для дискуссий в кулуарах после нашей секции. Я предлагаю перейти нам к следующей теме. Уже понятно, что вокруг доменов происходят битвы, и битвы могут проходить по-разному, по разным системам. К сожалению, нет у нас систем совершенных, и Елизавета Игнатович расскажет нам про актуальные проблемы при рассмотрении споров по правилам UDRP. Юрис Консерт компании RUNITY. Поаплодируем. Всем добрый день. Меня зовут Елизавета Игнатович. Я представляю бренд RECRU в группе компании RUNITY. В компании я занимаюсь судебным представительством, также претензионной работой. Сегодня я буду рассказывать про наш опыт работы с рассмотрением споров по правилам UDRP. Совокупно в RECRU в настоящий момент зарегистрировано около 3,5 миллионов доменных имен. 44% из них зарегистрированы в национальной зоне RU-RF. Вся остальная часть доменных имен находится на обслуживании иных доменных зон. В связи с этим мы также предлагаем 760 доменных зон для подключения. И в связи с этим мы изучаем разные политики и операторов реестров от зоны к зоне. Сегодня темой моего доклада являются актуальные проблемы при рассмотрении споров по правилам UDRP, а именно неравенство решений, сложности обжалования и исполнения решений. Напомним, что у нас доменные споры могут решаться как в судебной процедуре в национальных судах. Тут мы замечаем очень долгий срок рассмотрения споров. Срок может занимать от года до трех лет, если брать все инстанции. Также у нас отсутствует четкое регулирование законодательства в данной сфере. И также присутствует неоднозначность исполнения решения суда со стороны регистратора. Что касается внесудебной процедуры на основании политики правил UDRP, то мы видим тут быстрый срок рассмотрения спора от двух до четырех месяцев, четкое регулирование, которое закреплено в правилах и политике, а также обязанность исполнения решений регистратором. Сегодня мы как раз рассмотрим пересечение этих двух процедур, рассмотрим плюсы и минусы. Напомним, что единая политика рассмотрения споров UDRP применима ко всем регистраторам, аккредитованным ICANN. Политика распространяется как на регистратора, так и на администратора доменного имени, так как это прямо предусмотрено в аферте по регистрации доменного имени. Также она применима для доменных имен GTLD и NewGTLD. Основанием для рассмотрения доменного спора по процедуре UDRP является совокупность трех составляющих. Так, доменное имя администратора идентично или способно вызвать смешение с товарным знаком ИСЦА. Также у администратора нет права или законного интереса в отношении доменного имени. И доменное имя используется недобросовестно. Это у нас киберсквотинг, предоставление услуг и продажа товаров без разрешения правообладателя. В случае вот этих всех трех нарушений правообладатель товарного знака может обратиться в арбитражную комиссию для рассмотрения доменного спора по процедуре UDRP. Так вот, после рассмотрения арбитражной комиссии доменного спора у нас выносится одно из следующих решений. Первое, это доменное имя передается ИСЦУ регистраторам, доменное имя сохраняется за администратором, либо доменное имя аннулируется. В большинстве случаев, конечно же, доменное имя передается регистраторам правообладателю. Это у нас наибольшее количество решений, да, арбитражных комиссий именно содержит такое требование. И регистратор исполняет решение на 10 рабочий день, если не подан иск в национальный суд. Вот как раз вот в этот момент, на данном этапе у нас могут быть выявлены некоторые проблемы. Так, мы можем заметить проблему исполнения решений. Если подан иск в национальный суд, то регистратор не исполняет решение, до какого наступления обстоятельств. Правила и политика ЮДРП прямо не указывают, когда именно должен приступить регистратор к исполнению оспоренного решения. Также правила и политика не описывают доказательства, которые будут являться удовлетворительными для регистратора, чтобы он исполнил уже оспоренное решение ЮДРП, которое, например, оспаривалось в национальном суде. Какие действия? Ведь действия со стороны арбитражной комиссии в отношении конкретного дела у нас заканчиваются в тот момент, когда решение отправлено сторонам. Следующей проблемой исполнения решений является, например, оспаривание решения арбитражной комиссии в судебные органы иных государств. Мы видим тут проблему исполнения международных решений со стороны регистратора в случае заявленных требований именно к регистратору. То есть у регистратора, допустим, если мы берем Российскую Федерацию, отсутствует обязанность исполнения решений международных судов. Это у нас все закреплено в Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации. Также следующей проблемой оспаривания решений можно рассмотреть то, что в UDRP у нас не предусмотрен апелляционный порядок оспаривания решений, но, возможно, повторная жалоба. Но только в редких случаях. Например, когда у нас произошло нарушение правовой процедуры, либо когда впоследствии были выявлены какие-то серьезные нарушения, либо когда предоставляются какие-то новые доказательства, которые были недоступны сторонам в рассмотрении первоначального дела. Проблемой обжалования решений UDRP в национальном суде является проблемой указания исковых требований, которые могли бы быть исполнены со стороны регистратора. Также отсутствует аналогичная процедура по реализации преимущественного права регистрации, как у нас предусмотрено положением в зоне РУРФ. Также в случае подачи иска к администратору с требованием о передаче домена в имени регистратор не будет иметь такой обязанности исполнить решение, и в этот момент правообладатели могут обратиться в исполнительное производство. Но, однако, как показывает практика, не всегда на этапе исполнительного производства могут быть удовлетворены требования, которые указаны в решении суда. Так, например, доменными ими может быть аннулировано, либо передано уже другому регистратору, либо в другую юрисдикцию. То есть на данный момент такие проблемы имеются. Также стоит рассмотреть неравенство решений UDRP и национального суда. Так, мы видим, что регистратор имеет обязанность по исполнению решений UDRP, так как это предусмотрено соглашением об аккредитации АИКН. Если регистратор не будет исполнять решения, примерно 200-300 дел от арбитражных комиссий и решений приходят регистратору ежегодно. И, я думаю, в случае, если неисполнение 4-5 решений регистратор не исполнит их, то, возможно, есть риск лишиться аккредитации. Также практика национальных судов у нас сформирована за отказ в удовлетворении требования о передаче домена во имя регистратора. Также, если такие требования все-таки удовлетворяются, то регистратор распаривает эти решения и все-таки в абитуционной и в касационной инстанции получает такое решение, где ему отказывают в удовлетворении таких требований о передаче. Таким образом, мы сегодня рассмотрели некоторые проблемы неравенства решений и исполнения решений UDRP в национальном суде. Хоть такие проблемы имеются, однако данная процедура UDRP является самым рабочим и быстрым механизмом для правообладателей в случае нарушений в доменном имени товарного знака. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Вопросов в зале нет. Я еще расскажу, что если вопросы есть, то подходите к микрофону, пожалуйста. Я буду сразу видеть и передавать вам слово. Но если из зала вопросов нет, будет вопрос от меня. У меня вопрос такой. Вы вначале говорили о том, что есть какой-то ряд преимуществ системы UDRP, и, соответственно, есть там ряд действительно несовершенств этой системы, в том числе, как исполнять эти решения. Особенно в России система UDRP. Мы знаем, что мы сталкиваемся с проблемами. И у меня вопрос такой к вам, как к юристу. Допустим, у вас случилась ситуация, когда, ну, в принципе, можно применить систему UDRP, но можно и в суд пойти. Ну, то есть, когда эти споры рассматриваются с этой процедурой. Что бы вы выбрали? Пойти по системе UDRP или пойти все же в суд? И почему? Да, тут мы сделаем поправку, что мы, конечно же, рассматриваем международный домен, допустим, в зоне ком. Таким образом, я рекомендую всем правообладателям товарных знаков идти в процедуру UDRP, не пожалеть 2-3 тысяч долларов. Мы знаем, что это платная процедура. Но зато доменное имя через пару месяцев будет у вас. Если у вас реально есть права на данный товарный знак, конечно же, я рекомендую использовать именно процедуру UDRP, нежели национальных судов, потому что практика очень неоднозначна. И, как я говорила, регистратор не всегда будет исполнять такие решения, если они рассматриваются в арбитраже у нас, в нашей юрисдикции. Поэтому всем UDRP. Спасибо большое. Но с учетом про цену, я могу сказать сразу, комментарий у меня есть. Может быть, не секрет, что в России повысили госпошлины для подачи исковых заявлений. В некоторых случаях повысили прям очень сильно. Например, чтобы подать жалобу Верховный суд России, нужно будет заплатить 80 тысяч рублей. У нас таких сумм не было. Просто чтобы ее подать. Еще не факт, что ее суд примет к производству, рассмотрит, и что решение будет в вашу пользу. Это, конечно, не 2, не 3 тысячи долларов, но, тем не менее, тут уже не так конкурентоспособно. Ну, а теперь я предлагаю перейти к другой стороне медали, соответственно, к судам. И нам расскажут про обзор новелл доменной отрасли Екатерина Евтеева, юрисконсульт Координационного центра сети интернет. Доменов РУРФ. Здравствуйте. Да, я действительно хотела бы рассказать обзоры новеллы доменной отрасли, но мой доклад будет состоять из двух частей. Но мне кажется, что эти обе части и обе практики, они достаточно актуальны, требуют обсуждения и требуют того, чтобы эти вопросы поднимались, в том числе на таком уровне, на уровне регистраторов и регистратур. В первую очередь я хотела бы начать о ненадлежащей передаче права администрирования доменов и судебной практике. В целом мы наблюдаем, что количество дел, которые связаны с ненадлежащей передачей права администрирования, они каждый год растут, и их количество действительно увеличивается. И я хотела бы об этом рассказать. Схематично отношения, которые возникают в связи с ненадлежащей передачей права администрирования, я изобразила на данной схеме, и мы видим, что когда якобы передается право на домен от одного администратора к другому, оно передается ненадлежащим образом, не по тем правилам, которые установлены документами регистратуры, в частности, правилами регистрации доменов координационного центра, и не соответствует той процедуре, которую устанавливает регистратор в отношении своих доменов. Администратор якобы подает уведомление регистратору, несоответствующая процедуре, и после чего он благополучно ликвидируется. Но регистратор считает, что… Ну и вообще он может даже не знать, что передача администрирования произошла, но в какой-то момент, вот я пометила, что администратор, он в кавычках, поскольку мы понимаем, что правовых оснований считать такое лицо администратором у нас нет, он подает какое-либо заявление, например, он захочет передать домен другому регистратору, на что получает правовой отказ, и регистратор отвечает, что вы не администратор, и вообще настоящий администратор был ликвидирован несколько лет назад, поэтому мы домен регистрируем. После чего вот этот вот администратор 2, он же будет истцом, он подает иск в суд. Такие иски, как я уже сказала, они с каждым годом увеличиваются и предъявляются не только к регистраторам, но и к регистратуре. Есть несколько дел, в которых координационный центр, как регистратура, участвовал в качестве ответчика, поэтому мы… собственно, этим и вызвана актуальность. В том числе предъявляются требования не только о признании незаконным действия регистратора, но и о взыскании убытков солидарно с ответчиков, как мы понимаем, в том числе и с координационного центра. В целом такие дела достаточно однообразны. Сейчас на примере разберу аргументы, несколько аргументов, но хочу заметить, что те дела, которые мы проанализировали, в них стопроцентный отказ в удовлетворении требований такого администратора. Ну, в частности, истцы часто заявляют о том, что они заключили договор купли-продажи домена с ликвидированным администратором. Они регистратора своевременно уведомили, но регистратор по каким-то причинам не отвечает и не внес соответствующую запись в реестр. На что суды достаточно обоснованно и грамотно отвечают, что истцом в таких делах, что действительно так и есть, в материалах дела отсутствует доказательство соблюдения, установленной правилами процедуры передачи прав администрирования. Соответственно, у регистратора в принципе отсутствует основания для внесения сведений в реестр. И истец, несмотря на то, что он предъявляет всякие скриншоты из электронной почты о том, как он писал регистратору о смене администратора, это не соответствует процедуре установленной, соответственно, такое доказательство не является надлежащим. Еще один очень важный аргумент заключается в том, что истец говорит, что он занимался администрированием сайта и оплачивал продление домена. Но нужно сказать, что и здесь суды отлично оперируют понятиями из правил и говорят, что администрирование — это осуществление пользователями прав и обязанностей администратора, коим в связи с тем, что не была осуществлена передача прав администрирования истец не является. И достаточно расхожая фраза, которая встречается в судебных делах и в судебных решениях о том, что фактическая оплата продления регистрации домена третьим лицом не свидетельствует о передаче прав администрирования доменом истцу. Я хотела бы еще привести несколько доводов заявителей, которые не являются администраторами. В частности, это все цитаты из исков и из судебных решений в качестве аргументов истцов. Например, истец пишет, что регистраторы намеренно затянули перерегистрацию, скрыв факт получения заявления. Обоснованность таких доводов сомнительна. Еще один аргумент, который часто встречается о том, что перевод денежных средств регистратору и их невозврат в последующий период времени подтверждают, что договор фактически был заключен с администратором 2, что также противоречит правилам. И вот мы после первого доклада как раз обсуждали, что в целом любое лицо может оплачивать домен, и это, конечно же, не может гарантировать и вообще даже свидетельствовать о том, что был заключен какой-то невербальный договор, которого на самом деле ни фактически, ни юридически нет. Но, пожалуй, моя любимая цитата из одного из дел, это третий аргумент. Поскольку истец фактически осуществлял правомочие владельцев спорных доменов, его право на защиту давностного владения обусловлено статьями 6 и 234 Гражданского кодекса Российской Федерации против всех третьих лиц. Но здесь нужно пояснить, что 234 статья Гражданского кодекса, она говорит о приобретательской давности в отношении бесхозной вещи. Как мы также вначале обсуждали, что нет точного мнения о том, чем является домен, но суды эту статью не применяют и не считают домен в качестве бесхозной вещи. В заключении моей части доклада про ненадлежащую передачу прав администрирования хочу заметить, что увеличение количества таких судебных дел, в том числе, где координационный центр привлекается в качестве ответчика, они свидетельствуют о том, что некоторые или даже многие администраторы не в полной мере осознают природу доменного имени, природу договора, который заключается администратором с регистратором. И это ведет к увеличению таких дел. Но также можно отметить, что суды себя ведут очень грамотно, что говорит о том, что такая статистика о стопроцентном отказе в удовлетворении таких дел, надеюсь, будет продолжена. Ну, кстати, по поводу увеличения судебных пошлин, возможно, таким администратором, ну, администратором в кавычках, после увеличения судебных пошлин, может быть, просто будет невыгодно подавать такие иски, зная о статистике отказа в удовлетворении исковых требований. Ну, мы будем продолжать наблюдать, поскольку у нас еще есть несколько судебных дел, аналогичных, за которыми мы следим и в которых мы будем активно участвовать. Еще одна тема под темой моего доклада заключается в деятельности государственных органов, в их возросшей активности в отношении прекращения делегирования доменных имен. Ну, в целом, это стандартная практика, когда различные государственные органы обращаются как к регистратору, так и к регистратуре запросом различной информации по домену, в том числе и об администраторе доменного имени. Но, как бы, мы уполномочены выдавать такую информацию, в том числе с соблюдением законодательства о персональных данных. Такие органы, их множество, органов, которые запрашивают такую информацию, но хотела бы обратить внимание на последний пункт на слайде, это Федеральная служба судебных приставов. С 2022 года складывается практика вынесения судебными приставами постановлений о приостановлении или прекращении делегирования доменных имен. На слайде есть статистика, которая свидетельствует о том, что только за два года было вынесено постановление в отношении 44 доменов, но уже за 8 месяцев 2024 года это количество практически в два раза увеличилось по сравнению со статистикой предыдущих двух лет, что свидетельствует о активной, вообще возросшей активности судебных приставов. Мы хотели бы заметить, что со стороны координационного центра, что видим определенные риски и недостатки в такой практике, и хотели бы обратить на них внимание, поскольку, во-первых, это, конечно же, сомнительная эффективность таких постановлений, поскольку те должники, которые ведут свою хозяйственную деятельность с помощью интернет-сайтов и при блокировании доменных имен, они фактически вынуждены прекратить такую хозяйственную деятельность. Это не способствует увеличению эффективности возврата имущества и возврата долгов, что должны как бы преследовать судебные приставы. Другой риск – это риск побочного повреждения, поскольку у нас на домене завязан не только сайт, но и, например, корпоративная электронная почта, которая также сразу же прекращает свое существование в случае прекращения делегирования доменного имени, что тоже вряд ли является хорошим последствием такого постановления судебного пристава. Но по поводу… отдельно хочу обратить внимание про риск избыточности и высокую вероятность ошибок, поскольку в апреле 2024 года было вынесено ошибочное постановление о прекращении делегирования основного домена, крупнейшего регистратора доменных имен в доменной зоне RU. Это постановление, как я уже сказала, было вынесено ошибочно, но если бы его приняли к исполнению, то последствия были бы катастрофическими, наверное. К счастью, это постановление исполнено не было. Ну и последнее хочется сказать, что такая практика, она просто фактически не соответствует целям, которые установлены в федеральном законе об исполнительном производстве, поскольку в статье 3 указанного закона сказано, что одной из целей деятельности, ну вообще исполнительного производства и деятельности судебных приставов является обеспечение сохранности имущества, которое подлежит передаче взыскателю или реализации такого имущества. Вот на основании указанных мной рисков можно сделать вывод, что такая практика вообще не соответствует указанной цели и скорее затапливает должников дальше, чем способствует увеличению их имущественной массы. В целом у меня на этом все. Спасибо большое за внимание. Спасибо, Екатерина. У меня вопрос практический. А, да у нас еще даже есть один вопрос. Сейчас я задам свой вопрос быстро. Можно я задам вопрос Екатерине, да? А у меня вопрос такой. А не пробовали ли регистратура, когда была ответчиком вот в этих делах, вы сказали, что 100% дела в исках отказывают, пробовали ли взыскать судебные расходы с таких администраторов, чтобы неповадно было? Пока что мы не пробовали, но мы думаем об этом, поскольку в таких делах есть как администраторы, которые действительно убеждены, что они являются настоящими администраторами доменных имен, но есть и истцы, которые подают аналогичный иск в отношении каждого домена ликвидированных организаций. И очевидно, что в некоторых случаях подача заявления о взыскании судебных расходов как бы может быть актуальной, а в других случаях мы бы не хотели как-то наказывать с помощью заявления о взыскании судебных расходов таких истцов. Я поняла, спасибо. У нас Сергей подошел и у Елизаветы. Сергей, мы пропустим даму вперед? Да, 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 ой, извините. Да, да, безусловно. Елизавета, да, ваш вопрос. У меня очень быстрое добавление как со стороны регистратора. В этом году мы уже получили еще больше, чем даже введено было в презентации. Мы получаем около 10-20 постановлений в неделю. И что самое интересное, должником по исполнительному производству не является администратор доменного имени. То есть мы блокируем, грубо говоря, доменные имена как бы не тех лиц. Мы это оспариваем, мы это пишем приставом. Потом к нам приставы приходят и просят отменить эти ограничения. А мы должны исполнять их. Мы объясняем нашим клиентам. Простите, но мы имеем обязанность по такому исполнению постановления. Спасибо большое. Надеюсь, нас кто-нибудь может быть из приставов услышит. Не уверена, что приставы есть сегодня в зале. Может быть, оно и к лучшему. Сергей, ваш вопрос. Давайте отвечу сразу. По поводу приставов. Подготовлена справка и отправлена в правительство. Так что вполне возможно, лед тронется. Регистратура делает все, что возможно. И обращается, куда, как говорится, может, где может подвинуться. По поводу судебных расходов все просто. Пока суды в Москве, там взыскивать особо нечего. Поэтому мы же справляемся с собственными силами. Адвокатов не призываем. Как только суды уйдут куда-то в регионы, то тогда, по крайней мере, хоть дорогу можно будет взять. А вот регистраторы, которые судятся, им вполне возможно нанимать адвокатов. Это не запрещено. Более того, есть соответствующее разъяснение. Даже несмотря на наличие своих юристов в штате, для суда нанимать адвокатов и взыскивать все с удовольствием. Причем, я знаю, некоторые регистраторы этим правом активно пользуются. То есть, таким, как я бы сказал, судебным троллем им периодически достается. Спасибо. Спасибо большое. Я хотела уточнить. Добавлю один момент. Дело в том, что у нас есть в ассоциации, в организации, по запросу учредителя операторов связи у нас есть проект, который мы ведем. Также по взысканию, собственно говоря, судебному с абонентов операторов связи. История там с расходами, естественно, очень активная, потому что выгода теряется, если подавать. И у нас есть сейчас проект, ведем с ФНП и с адвокатской палатой московской о, скажем так, создании пулов этих запросов, которые бы обрабатывались вместе и за некую фиксированную установленную сумму. Так что, возможно, нам будет интересно поделиться опытом. Спасибо большое. Хотели добавить, да, Наталья? Я хотела уточнить в отношении ненадлежащего исполнения передачи прав на администрирование доменного имени, потому что, исходя из нашей практики, я не очень понимаю, как может обратиться новый администратор и сказать, что там регистратор что-то не сделал. То есть инициатива передачи, кто выступает инициатором и какие документы, какие стороны предоставляют. Я просто поясню, чтобы у нас передать права на администрирование доменного имени, помимо прочего, должны активные действия исполнить две стороны. То есть у нас не может появиться администратор номер два, если администратор номер один ничего не сделал. То есть договор уступки прав на администрирование доменного имени предоставляется только с аккаунта текущего клиента действующего. Он направляет, помимо данного договора, он направляет заявку и параллельно администратор номер два, он регистрирует личный кабинет и также направляет заявку. То есть при совокупности вот этих действий регистратор уже исполняет свои обязанности по передаче прав на администрирование доменного имени. То есть у нас не появляется администратор номер два ниоткуда, если мы не получили данную информацию от текущего владельца доменного имени, как у вас. У нас надлежащая процедура происходит по похожему макету, сценарию, можно сказать, но я на схеме приводила именно описание ненадлежащей процедуры. И я объяснила, что администратора два факта юридически его не существует. То есть я его обозначила в кавычках, поскольку надлежащей передачи прав администрирования не произошло. То есть администратор один подал какое-то там уведомление в свободной форме, которое не соответствует вообще никакой процедуре регистратору. Регистратор, может быть, не отреагировал, может быть, вообще не дошло, может быть, не понял. Но администратор один и вот это третье лицо, которое якобы стало администратором новым, оно, ну то есть у них есть какие-то свои договорные отношения, но у третьего лица с регистратором договорных отношений никаких нет. Поэтому он юридически администратором не является, но предъявляет иски в суд на основании того, что у него был заключен какой-то договор с настоящим администратором. Но, как я уже сказала, процедура соблюдена не была. То есть заявка администратором регистратору не была подана, и новый администратор не заключил договор и не выразил свое согласие на получение прав администрирования, что у нас закреплено в пунктах 6.1 и 6.2 правил. Соответственно, никакого администратора 2 нет, и это и является основанием для отказа в удовлетворении исковых требований. Спасибо, но у нас еще один вопрос, и он последний. И мы перейдем к следующему спикеру, потому что мы из тайминга выходим. Да, пожалуйста. Максим Альзоба, реестр.москва, Москва. Очень важный момент по поводу процедуры EGRP. Так исторически сложилось, что когда вы подаете на определенном языке жалобу, или ответчик на этом языке говорит, то этим будет заниматься специальный пул специалистов, которых нанимает EGRP-панель для рассмотрения, которым платят за это. Так вот, все жалобы, которые идут с русским языком, рассматриваются категорически недружественными персонами из одной страны, которая для нас враждебна. Поэтому имейте в виду, что как только против вас пошла жалоба через EGRP, вы идете в ближайший деревенский суд и устраиваете там справедливость. Это важный способ, который позволит вам остаться с вашим доменом. Спасибо. Спасибо за комментарий. Ну, слушайте, юридическая секция, она всегда такая битва мнений. Один и тот же вопрос может быть у двух юристов три мнения. Это абсолютно нормально. И в этом весь цимис вообще юридической секции. Но я предлагаю от регистраторов, регистратуров и администраторов перейти к правообладателям. И про то, как защищать свои права на товарные знаки и какие онлайн-сервисы можно использовать, расскажет Алина Акиншина, генеральный директор онлайн-патент. Аплодисменты. Коллеги, добрый день. Да, действительно, постараюсь сейчас немножко рассказать о тех способах, которые позволяют облегчить и упростить процедуру приобретения прав на товарные знаки для лиц, являющихся администраторами доменных имен. Немножко скажу о нас. В начале, собственно, обсуждения онлайн-патент. Онлайн-патент.ру Это специализированная цифровая платформа, которая предназначена для автоматизации процессов проверки, регистрации товарных знаков и их последующего администрирования. В части введения реестра, в части совершения сделок. На самом деле, очень похоже на задачи, которые решает регистратор по отношению к национальной регистратуре. В нашем случае задачи, которые решает онлайн-сервис по отношению к своеобразной национальной регистратуре товарных знаков в лице Роспатента и ФГБУ ФИПС. Собственно, мы располагаем достаточно серьезным объемом цифровых сервисов как раз-таки по проверке, по регистрации обозначений. Переводим это в высокоавтоматизированный формат и позволяем правообладателям администрировать реестры товарных знаков непосредственно в нашем личном кабинете. Что хотелось бы отметить, вот еще не с точки зрения споров, потому что споры будут чуть позже, когда возникает конфликт между товарным знаком и доменным именем, или товарными знаками и доменным именем, потому что ситуации тоже бывают разные. Так вот, на текущий момент и за прошедший пятилетний период на рынке именно регистрации товарных знаков, которые являются первоисточником и корнем всех впоследствии возникающих конфликтов, мы видим огромный всплеск активности. Практически рынок за пять лет удвоился и растет сейчас ускоренными темпами. Можете посмотреть, какой прирост в 2023 году. 133 практически тысячи регистраций заявок, прошу прощения, против 98 в 2022. И большой вклад в этот всплеск вложило, конечно, изменение законодательное, потому что с июня 2023 года товарные знаки стало возможным регистрировать на имя физических лиц. Это большая новелла, большая новелла в том числе для связки доменное имя товарный знак, потому что в ситуации, когда раньше администратор, коих 75% практически, будучи физическим лицом, не имел возможности свой собственный товарный знак зарегистрировать, не прибегая к каким-либо хитрым схемам ИП друга, ООО товарища и так далее. Сейчас этот барьер снят, и во многом скачок регистрации и заявок в 2023 году – это следствие его снятия. Одновременно с этим, конечно же, по мере увеличения активности заявочного, увеличения количества товарных знаков, мы наблюдаем очень серьезную тенденцию повышения проблемности регистрации. Знаков просто становится много. Миллион товарных знаков практически сейчас действующих, ну там 900 тысяч уже с хвостиком. Ежемесячно, соответственно, подается еще 12-13 тысяч заявок, что объективно осложняет процесс регистрации. В связи с этим самая типовая проблема, с которой сейчас сталкиваются администраторы доменных имен, да и другие участники рынка, которые желают зарегистрировать определенное обозначение в качестве товарного знака – это проблема позднего приоритета. Здесь сразу еще подсвечу немаловажный момент, чисто бюджетный, если регистрация доменного имени – это, как правило, если мы не говорим о высокоценных уникальных доменных именах, порядок цифр сотни, ну может быть тысячи рублей, но не десятки тысяч, то регистрация товарного знака даже в объеме только действующих пошлин без услуг специалистов и так далее – это минимум 30 тысяч рублей. И мы знаем, что сейчас судебные пошлины увеличиваются, и пошлины государственного ведомства Роспатента в данном случае тоже грядет увеличение уже на рассмотрении соответствующий проект НПА. Соответственно, пошлина увеличится практически на 50%, и блокирующая стоимость порядка 50 тысяч рублей за регистрацию товарного знака еще сильнее усугубит проблему позднего приоритета. А к чему она сводится? Ну, по большому счету, к тому, что там небольшой бизнес или там начинающая компания регистрирует доменное имя, но не регистрирует товарный знак в ближнем горизонте по отношению к моменту регистрации домена. Пока коллеги думают, разрабатывают, формируют концепцию будущего предприятия и так далее, далеко не редко профессиональные участники рынка регистрации товарных знаков, каковых в последние годы тоже стало сильно больше, в том числе с учетом снятия этих самых ограничений для физических лиц, уже подадут заявочку и будут тихо ждать, когда же, собственно, добросовестный бизнес придет и начнет писать в нее протесты, либо, что более вероятно, договариваться о предоставлении письма согласия, либо выкупать целевые для него классы. Что-то с этим надо делать. Собственно, что с этим надо делать? Вероятно, снижать барьеры для участников рынка в части осуществления возможности ускоренной регистрации товарных знаков. Собственно, для этих целей буквально совсем недавно, на самом деле, потому что процесс автоматизации взаимодействия с Роспатентом, как и любым национальным патентным ведомством, это достаточно сложная задача, и мы в онлайн-патенте много над ней работали на протяжении долгих лет. Но буквально в этом году удалось добиться уже в полной мере высокой степени автоматизации процессов взаимодействия, что позволяет в полностью автоматическом режиме на основании данных, ну, по сути, если брать на примере доменных имен, то это словесное обозначение, плюс типовой набор данных о лице заявителя, физическом лице, индивидуальном предпринимателе, юридическом лице, осуществить подачу заявки на регистрацию товарного знака. С точки зрения сервисной услуги мы называем этот сервис бронированием товарных знаков, потому что заинтересованный заявитель может, ну, например, одновременно с регистрацией доменного имени закинуть заявочку на регистрацию товарного знака, и в течение ближайших шести месяцев, пока он может ожидать оплату пошлины, пошлина не обязательно должна быть оплачена непосредственно в день подачи заявки, по мере принятия бизнесовых решений, понимания того, взлетит вообще бизнес, не взлетит, осуществить последующую конвертацию этой заявки уже непосредственно в полноценную заявку на товарный знак, ну, то есть, по сути, оплатить госпошлину и выбрать необходимые классы для регистрации путем сокращения изначально поданного перечня. Таким образом, проблема позднего приоритета полностью исключается, а инструмент, который сейчас, к сожалению, чаще всего используется именно профессиональными участниками, которые зарабатывают на перепродаже заявок, может быть предоставлен в доступ для широкого круга заинтересованных лиц. Второй онлайн-сервис, который логично наследует бронированию товарного знака, это сервис защиты доменного имени. Соответственно, сервис защиты доменного имени для ситуаций, когда пользователь еще все-таки не готов принять осознанное, квалифицированное решение о тех направлениях, в которых он будет вести деятельность, позволяет путем выбора наиболее вероятных к успеху регистрации товарного знака классов осуществить регистрацию обозначения, собственно, по этим классам МКТУ и получить собственный товарный знак для защиты интересов администраторов последствий в случае возникновения каких-либо споров. Опять-таки цель преимущественно в защите доменного имени, как коллеги уже указывали, ценного и важного актива, который, возможно, не всегда начинает использоваться для цели ведения какой-либо деятельности, но поддерживается, продлевается и поэтому требует дополнительной охраны. Безусловно, такие механики активно используются профессиональными участниками доменного рынка для цели, опять-таки, усиления позиций при заключении сделок. Ну и в частном случае, когда пользователь все-таки готов определиться с целевым классом регистрации, переходит в классическую регистрацию товарного знака, как уже юридическую услугу с привлечением квалифицированных, патентных, поверенных и так далее. Собственно, в чем основная логика, подсвечу еще раз по кусочкам сервисов, которые у нас на текущий момент разработаны и могут предоставляться заявителям. Это связка, связка полного поиска и проверки заявляемого обозначения, например, доменного имени без доменной зоны по полным базам зарегистрированных, заявленных на регистрацию товарных знаков, соответственно, зарегистрированных по национальной процедуре в Роспатенте и действующих на территории РФ в силу международных соглашений, то есть по мадридским регистрациям. Затем, соответственно, это мгновенная подача заявок с предзаданными параметрами благодаря автоматизированным системам обмена с ведомством. Ну и последующее электронное делопроизводство вплоть до получения свидетельства о регистрации товарного знака. Как представляется, такой тип автоматизации и ускорение логики приобретения прав на товарные знаки позволяют существенно минимизировать риски троллинга. На самом деле, коллеги, не знаю, насколько сталкиваетесь сейчас в практике именно доменной, в практике товарных знаков мы, к сожалению, видим систематическую картину того, что подаются заявки не теми лицами, которые на самом деле заинтересованы в охране этого обозначения. Подаются именно в целях создания такого рынка получения писем согласий. Поэтому предупредительная подача заявки со стороны добросовестных администраторов, не знакомых с этим инструментом, поскольку они не являются профессиональными участниками рынка, полагаем, серьезно позволяет минимизировать риск троллинга для таких администраторов. Второй момент – снижение барьера входа, потому что тот размер пошлин, который будет особенно установлен после принятия текущих поправок к постановлению правительства, он объективно является блокирующим для небольших бизнесов. 50-60 тысяч рублей только на регистрацию товарного знака на старте работы – это достаточно большие суммы. И, соответственно, возможность автоматизации получения охраны для ситуации защиты домена, когда в действительности пока не вполне понятна та деятельность, с которой администратор далее будет вести работу. Что хотелось бы еще отметить в контексте сегодняшнего международного обсуждения, мы видим сейчас возможность как минимум проработки аналогичных цифровых сервисов по подаче заявок для ведомств Казахстана и Узбекистана, возможно, через международную процедуру, возможно, через национальную. Пока не исследовали возможности аналогичных технических решений для ведомств Белоруссии, Армении и коллег других, которые присутствуют на сегодняшнем собрании, однако полагаем, что задача решаемая и, в принципе, по мере роста любой доменной зоны становится насущной для национальных администраторов. Спасибо большое коллеге, рада буду ответить на вопросы. Спасибо большое, Алина. У меня есть идея. Мне кажется, что у вас очень хорошая почва для коллаборации с регистраторами, потому что те, кто приходит в онлайн-патент, это условно правообладатели, ну и компания себя позиционирует, как защита интеллектуальной собственности. Если я знаю, что такое интеллектуальная собственность, я пойду к вам регистрировать товарный знак, ну если я пользователь. А администраторы, ну те, кто хотят регистрировать доменные имена, они чаще всего, наверное, мыслят иначе. С учетом того, что большинство знает, что доменное имя – это не интеллектуальная собственность, она пойдет на сайт регистратора проверять, а что там у меня с доменным именем, а есть ли такой товарный знак, и вот если ваша система как-то объединится, а может быть уже с кем-то объединились, это было бы здорово. Ну, не скрою, мы в процессе обсуждения с коллегами и, надеюсь, сегодня также продолжим эти обсуждения, возможно, в более широком кругу. Да, объективно, с точки зрения того давления прямого, которое, назовем прямым текстом, коллеги патентные тролли оказывают на рынок добросовестных администраторов, это решение очевидное, в принципе, для защиты прав лиц, которые добросовестно регистрируют доменные имена. Надеюсь, что совместными усилиями мы предоставим эти сервисы более широкому кругу лиц. Спасибо, мы будем ждать новостей, но мы переходим к нашему последнему по очереди, но не по значению, спикеру. И теперь мы… Да, Ирине, прошу передать микрофон. Если можно, да. И у нас впервые не про споры, не про суды, не про товарные знаки, а про дополнение политик организации поддержки национальных доменов верхнего уровня Ирина Данелия. Прошу, пожалуйста, аплодисменты. Спасибо. Спасибо большое. На самом деле, это, как ни странно, это сейчас все будет очень близко, потому что, да, мы говорим про суды, мы говорим про правила регистрации в отношении доменов второго уровня. Но если мы поднимемся на шаг наверх, то в отношении доменов верхнего уровня тоже, вообще говоря, существуют некие правила, на основании которых эти домены вносятся в базу, в данном случае в базу Аяна, и на основании которых происходит изменение записи о доменах верхнего уровня в этой базе Аяна. И точно так же там может быть зарегистрирован новый домен верхнего уровня, только терминология немножко другая, делегирование. Точно так же он может быть передан другой администраторе, точно так же он может исчезнуть из этой базы Аяна. И вот этими правилами, разработкой этих политик, по которым, собственно, живут домены верхнего уровня, занимается CCNSO, Организация поддержки страновых доменов. И эти ее полномочия закреплены уставом ICANN. Именно там написано, что существует такая организация, которая в том числе отвечает за выработку политик глобальных. И здесь важно понимать две вещи. Политики, вырабатываемые в отношении страновых доменов, как я уже сказала, разрабатываются страновыми доменами, представителями их в рамках организации CCNSO. И второе, эти политики, эти правила, по сути, они не направлены на регистратуры страновых доменов. Они описывают, как Аяна должна производить изменения в записи, в корневой базе данных в отношении страновых доменов. Сразу маленькая оговорка. Значит, когда я говорю Аяном, для удобства я буду пользоваться этим термином, я имею в виду юридическое лицо. Сейчас это PTI, который исполняет функцию Аяна. Одну из трех функций Аяна. Функцию в отношении ведения как раз корневой базы страновых доменов. Так вот, об этих правилах и этих политиках в основном, в отношении страновых доменов. Значит, базовым до сих пор считается RFC 1591, написанное еще в 1994 году Джоном Пастелем, интерпретированное потом в 2013 году. И был ряд процедур по выработке политик ССНСО в последние годы. Вот две из них даже еще не утверждены правлением ICAN. И, казалось бы, уже достаточно подробно вот все эти аспекты делегирования, передачи, то есть трансфера, вывода на пенсию и аннулирования страновых доменов, как традиционных доменов, так и IDN. Домены в доменах национальных языках, они вроде бы как бы уже все описаны. Но оказывается, что нет. Оказывается, что все равно в этих наборе политик существуют так называемые пробелы или лакуны. И существуют ситуации практически, когда Аяна оказывается в некоторой растерянности. А что же делать? Потому что нет прямого руководства в политиках. И, собственно, вот такая ситуация произошла буквально в прошлом году. И оказалась, по сути, триггером для создания новой рабочей группы. И для обсуждения, нового витка обсуждения вот этих политик ССИНСО, а вообще достаточно ли их, и удобно ли обращаться по разным вопросам к десяти разным документам, и нужно ли собрать это все вместе в единое руководство и свод законов, и нужны ли дополнительные политики. И я попробую сейчас привести примеры. таких ситуаций, для того, чтобы было понятнее. И, собственно, приглашаю вас к обсуждению, к ответной реакции. Итак, гипотетическая ситуация номер один. Все имена и названия вымышленные. Демократическая республика Финестрия – это маленькая территория в Атлантическом океане с населением 300 тысяч человек, с страновым кодом VI, который со времен незапамятным управлял некий мистер Виста. Мистер Виста пишет Ваяну о том, что он устал управлять этим страновым доменом и хочет уйти на пенсию и заниматься садоводством. И поэтому, в общем, он согласен передать управление этому домену кому угодно. Но хочет это сделать не позднее 31 октября 2024 года, потому что сезон наступает, а он хочет на пенсию. Вопрос, что делать в этой ситуации? Домен-то куда? Кому домен? Кому отдать домен? Конкурс объявить. Кто должен объявить конкурс? А он сам сказал, я не хочу ничего делать, я устал. Он, он, он. Мистер Виста настоящий, ему позвонили, переспросили. Он сказал, да, действительно, это я, и я прошу меня освободить от этих почетных обязанностей. А я, она забирает себе. Так, конкурс. Спросите правительство Демократической Республики Финестра. Спросите у мистера Виста, да? Вот, собственно, ну вот, видите, да, вариантов много. Ситуация формально, существующая сейчас политика описывает только ситуацию, когда есть текущий администратор домена, CTT-LD-менеджер, есть новый CTT-LD-менеджер, и между ними полюбовно происходит передача, то бишь, трансфер домена. Ситуация, когда новый менеджер не выбран и не назначен, в общем, пока не описывается. Добавим драматизма. Мистер Виста умер вчера, покинул этот мир, и не оставил завещание о том, что делать с доменом. Доменный спор между кем и кем? Транзитная регистратура на базе Аяна. А если мистер Виста оставил завещание? Господа юристы, должен ли домен верхнего уровня, принадлежащий территории, стране, быть передан на основании завещания? Это то, о чем мы сегодня говорили, про наследование. То есть у нас нет какого-то здесь однозначного ответа точно, то есть мы можем только фантазировать на эту тему. Это вот опять же, да, он умер, и наследники есть или нет? Если нет, то что делать? Государство или не государство? То, что мы сегодня обсуждали. А был ли у мистера Виста сын или племянник? Да? Или племянница? Передавать государственной власти. Да. Если государственная власть готова в этом участвовать. Потому что далеко не все... Ну вот мы в нашем текущем окружении наблюдаем, безусловно, значительный рост государства к домену в целом. Но сохраняются еще в мире счастливые территории, где государство не интересуется доменом. Несчастные люди. Есть. Да, в домене, в регистрации есть. Но мне кажется, что до недавнего времени еще были, да, еще есть. Дмитрий Кахманюк, у нас Украина, пожалуйста. Физлицо администратора домена. Дмитрий Кахманюк. UA. Так. Второй пример. Касается любимой нами темы о достоверности данных в базе администраторов. Пример записи в базе Аяна, опять же, для некоего вымышленного домена dot.po. Менеджером является университет Пабло. В качестве административного контакта сдачится некий pablo at registry dot.po. Информации о техническом контакте в базе данных Аяна отсутствует. Аяна в целом знает, что уже не пабло некий там отвечает в этом юниверситете за университет, а некая Изабелла. Но они знают об этом из неофициальных источников. И вообще за прошедшее время там и офис переехал, и телефоны у них поменялись, и вот уже Изабелла это вместо Пабло. и вдруг dot.po хочет срочно изменить информацию о неймсерверах в базе данных Аяна. Существующая процедура предполагает, что соответствующие инструкции Аяна будем направлять по контактным данным представителей cc-tld менеджера указанных в базе Аяна. Данные не актуальны. Что делать? Судиться. Судиться. С доменом. Если срочно не применять информацию о неймсервере в базе данных Аяна, то домен перестанет работать. Ну что-то там произошло, надо срочно. Домен верхнего уровня перестанет работать. На всю страну, на полмира. Что делать в этой ситуации Аяна? Предусматривать такие случаи обязательств? Ну, может быть и есть, санкций нет. совершенно верно. Регистратурам страновых доменов настоятельно рекомендуется своевременно обновлять контактную информацию в базе данных. Но если они это не сделали, санкций за это не предусмотрено. Аяна не имеет возможности обновить администратор? Аяна не имеет таких полна... Ну, в данном случае при чем тут администратор? Отобрать домен за то, что там не указывают? Но мы уже сейчас не про наследника. У Аяны нет таких полномочий. Мистер Виста получил домен в тот момент, когда господин Джон Пастель раздавал домены, записывая эти сведения в свои клетчатые тетрадки. Все мы знаем, что именно с этого все и начиналось. Слушайте, значит, насчет... Ну, собственно, вот... Сейчас я закончу. Собственно, вот это были примеры того, тех пробелов, тех лакун, которые за последнее время обнаружились. Аяна составила список на трех страницах. Здесь причислены только сгруппированные темы, в рамках которых существуют практические вопросы. И обсуждение, собственно, того, как подходить вообще к решению этих вопросов. это пробел, потому что нет политики или пробел, потому что нет руководства к реализации этой политики, как ее трактовать. Собственно, и начинается вот сейчас в рамках вновь созданной рабочей группы. В нее вошли Света Лобанова, вошла я. Если будет интересно, то заседания всей рабочей группы и материалы всей рабочей группы открытые. можно следить, можно интересоваться. Мы будем своевременно там на встречах в CCNSO об этом тоже рассказывать и докладывать. А вот насчет Аяна, действительно, в случае, который произошел в прошлом году с доменом Ливана .lb, когда человек, который значился администратором этого доменного имени в базе Аяна скоропостижно скончался, именно так и такое решение было принято. То есть Аяна выступила в роли такого временного управляющего care-taker оператор. При этом фактически операцию домене операционной с точки зрения домен поддерживался и обслуживался другими людьми. Просто было известно, что есть люди, которые это делают. И дальше был проведен формальный процесс выбора назначения нового CCTD-менеджера в консультациях с интересованными сторонами, и он был передан. То есть в принципе примерно так все, как Алексей говорит, и произошло. Но произошло это потому, что деваться было некуда, потому что пришлось решать проблемы на ходу. Все, спасибо за внимание. Надеюсь, не очень сильно вы проголодались. Не сильно. Ирина, спасибо большое. Думаю, что достойно аплодисментов заставили наши мозги думать. А я правильно понимаю, что по факту у каждого с помощью вас есть возможность донести свои идеи, как разрешать эти ситуации, а вы донесете их до нужных людей. В том числе можно и через меня. Можно напрямую, можно через меня. Потому что сегодня было очень много разных идей, я думаю, что можно воплотить их в жизнь. И на этом наша сессия заканчивается. Всем спасибо большое за внимание. Я сегодня была рада быть модератором этой секции, потому что у нас были потрясающие спикеры. Мы отпускаем вас всех на обед. Спасибо вам большое и хорошего продолжения конференции. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok